приветствую вас дорогие друзья с вами я анастасия час и сегодня 28 сентября среда это очередной обзор по основным валютным парам и прежде чем я начну говорить на сегодня то есть посмотрим что сегодня ожидает нас как говорится день грядущий готовит я хочу провести такой краткий анализ вчерашнего дня вот я не меняла так как вчера я показывала по евро на экране у нас пара евро доллар и вчера я говорила чтобы показала мне разворот вниз что мы пойдем вниз развернемся нисходящий тренд но в принципе что и произошло от линии вот линии дневной и мы пошли вниз и пошли к волшебному индикатору прошу прощения к волшебному индикатору вот протестировали его откатили назад до линии недельной и идем сейчас вниз ну а сейчас то есть хочу сказать что мои в принц мое видение оправдалось итак продолжаем обзор по паре евро доллар это уже что ожидает нас сегодня видите линии поменялись то есть тренд нисходящий и немножко даже недельные линии они откорректировались чуток да не намного я вам говорила когда говорила про волшебный индикатор что они могут немножко сместиться слегка совсем но дневные они конечно меняются могут кардинально меняться вот то есть получается так что у нас тренд нисходящий но чтобы быть более уверены пока что вот мы находимся ниже волшебного индикатора то есть это говорит о том что мы однозначно пока еще идем вниз возможно возможно откат сюда код к этой линии это где-то не знаю еще раз даже возможно откат и закрепление ниже волшебного индикатора это где-то 1 120 60 вот где-то так и если закрепиться ниже вот один 120 60 то есть значит будем продолжать движение вниз главнее всего конечно минутки мы посмотрим что на минутках вот он где волшебный индикатор вверху значит пока что реально наше движение будет двигаться вниз тренд нисходящий и так следующая пара у нас доллар франк доллар франк я тоже начинаю с анализа вчерашнего дня вот я ничего не меняла показала нам смотрите я говорила что еще позавчера показала пересечении что мы пойдем вверх что и случилось но мы сначала еще раз обозначили лоу такой и потом вот пошли вверх и пришли к волшебному индикатору но вчера мы не дотянули немножко что сделали сегодня вот продолжение потому что она смещается ведь идет низ сегодня мы его протестировали и протестировали линию месяца а сейчас я сделаю паузу чтобы откорректировать линии посмотреть что нас ожидает сегодня ну вот я откорректировала и смотрите недельной линии практически остались неизмены чуть-чуть тоже слегка слегка поменялись то есть отклонение слегка было так градуса 2 3 а линии дневные показали нам восходящий тренд и сейчас все зависит все-таки будем будем ходить вверх или нет от от этого волшебного индикатора смотрите сейчас мы находимся на уровне 0 и 972 33 ну вот где-то здесь здесь такая отправная . что туда что туда возможно отсюда ты от этого индикатора мы вернемся еще раз протестировать недельную линии вот где она пересеклась с дневными линиями это уровень 971 10 вот где-то так 971 возможно и продолжим движение дальше вверх все зависит от уровня повторюсь от уровня 972 30 потому что видите пока что мы находимся ниже то вполне вероятно что еще откатим вниз если мы пробьемся выше и закрепимся этого уровня значит тогда точно конкретно мы пойдем вверх ну давайте переключимся на минутках я помню минутки показываем что мы находимся выше значит однозначно мы про пробьем и пойдем дальше вверх по по крайней мере первоначальная цель вот находится 973 85 и даже выше потом отсюда возможно откат опять до вверх либо до линии месяца 972 65 или до линии дня там чуть-чуть и дальше продолжение вверх вот такие ожидания у нас по паре доллар франк на очереди у нас пара фунт доллар и опять таки я хочу провести сначала анализ вчерашнего дня вот посмотрите мои линии показали что мы пойдем вверх что в принципе и произошло вот я их не меняла специально показали разворот вверх мы пошли вверх мы вот один раз протестировали волшебный индикатор потом его пробили и вот откатили и закрепились немножечко но сегодня видите еще раз вернулись протестировали и сейчас возможно еще раз вернемся протестируем но сейчас я сделаю маленькую паузу откорректирую и пойдем дальше ну что ж сегодня я уже откорректировала ли не видите одна линия практически неизменность осталась вторая показывает нам что все-таки тренд у нас сегодня восходящий первая цель находится на уровне 1 300 359 ну где-то 300 360 вот первая цель мы идем сюда ее тестировать первая цель на днях следующая цель находится если мы прорвемся то есть пробьем ее откатим закрепимся значит следующая цель на днях вполне возможно по фунту мы можем прийти так что это у нас за это где-то у нас 1 306 65 где-то так 307 даже вот такие вот у нас ожидания на сегодня это следующая цель ну а в случае отката естественно мы придем тестировать разворотную линию дня она находится на уровне один так что же такое то 1 298 07 вот находится возможно даже и до недельной линии придет тестировать еще прежде чем пойти дальше вверх потому что видите фунт достаточно волатильный внутри дня может и туда и сюда это относительно фунта доллара на следующая пара у нас доллар иена опять-таки я проведу такой краткий анализ вчерашнего дня я ничего не меняла я вам показала вчера что вот произойдет пересечение после во второй половине дня и мы развернемся вверх но вот в принципе отсюда мы пошли вверх и сегодня получается вот продолжаем движение то есть сейчас я посмотрю что сегодня нам показывает тоже сделаю паузу но вы видите цель для восходящего тренда цель вот она волшебный индикатор это 100 903 следующая цель это 100 993 потому что здесь находится недельная линия эту мы уберем вот и сейчас делаем маленькую паузу посмотрю что как откорректировались линии ну что ж линии откорректировали вот посмотрите ближайшая цель находится на уровне мы все-таки до показала пересечении ненамного сместились линии они показали здесь здесь тоже показывают конкретно что мы отсюда все-таки пойдем дальше вверх и ближайшая цель у нас находится вот прям совсем близко это сто семьсот пятнадцать следующая цель как я говорила вот где-то идет волшебный индикатор 100 903 и следующие 100 985 100 990 вот недельная линия ну а здесь уже зависит от того закрепимся мы выше 100 901 потому что если пробьемся выше и закрепимся значит будем продолжать движение вверх ну а пока что вот так вот ну в случае отката вниз мы вполне можем еще раз откатить вот до вот этого уровня это где-то 100 428 даже 100 400 где-то прежде чем продолжить движение вверх хотя все возможно если мы вот даже вот сейчас можно даже предварительно немножечко сказать что даже не дойдя и не закрепились и не не закрепись выше вот этого уровня вот это будет показывать что если мы закрепимся вот выше вот этого уровня то вполне возможно вероятно уже что здесь да уже пробьем прям конкретно и пойдем дальше вверх но вот такие ожидания у нас по основным валютным парам на сегодня я благодарю вас за внимание подписывайтесь на мой канал ставьте лайки делитесь друзьями пишите комментарии задавайте вопросы я с радостью всем отвечу с вами была анастасия час и пока пока до следующего абсурра